Всем привет! Сегодня такое необычное видео. Решила вам снять, показать, почему это долго не снимала. Мы вот с Димой в больнице. Сейчас лежим из 22 декабря. Сегодня уже 30-е. Нас направил сюда педиатр, так как Дима немного припалил. Она говорит, лучше подстрахуйтесь, но полежите в больнице, так как ребеночек маленький. И сегодня нам уже 26-й день. Такие мы большие. Ну вот, получается, мы сегодня 4-й день в больнице. Врачи все ушли на выходные, так как завтра Новый год. Да, у нас так что, не знаю, до 2-го числа, наверное, в итоге здесь пролежем. Вот Дима там на заднем плане лежит, чихает. В палате, конечно, здесь очень холодно. У нас даже стоит обогреватель. Сейчас я вам покажу, как выглядит наша палата. Вот это вход в палату. Вот здесь висит градусник. Сейчас показывает температуру здесь 23 градуса. Вот при входе здесь стоит корзина для пеленок, для грязных. Это я положила пакет для мусора. Раковина наше, жидкое мыло детское. Это чтобы вот Дима побывал ее здесь. Потом здесь такой пеленальный столик. Здесь вот я положила, чтобы помягче было одеяльце и пеленочку. Памперсы у меня под рукой, уже носочки, влажные салфетки. В общем, вот так. А здесь, видите, они выдают свои пеленки. Это вот нам выдвинули на все выходные до 2-го числа. Пеленки у них свои. Но я Диму не пеленую в основном в пеленке. Он у меня так лежит. Это вот я ему подстилаю на матрасик. Там, когда взвесится, когда он срыгивает. Ну, то есть вот так. Для таких целей. А так я в основном его не пеленаю. Пеленую только, когда у него колики. Ножки ему перевязываю. Это меня здесь научили медсестра. Когда у ребенка колики, ножки обматывать крепко пеленкой. Здесь вот весы такие. Это нас завешивают каждый вечер. Вчера наш вес был 3,275, по-моему. В общем, вот так. Такая томочка. Там наши с Димой пакеты стоят. Вот тут мой сладкий лежит. Наелся, лежит. Глазками хлопает. Тут моя кровать. Вот стоит здесь обогреватель. Как вы видите, в палате мы одни. Вот стоит. Вообще, на этаже мало народу лежит. Вот я заняла две тумбочки. Здесь у меня макоотсос. Спринцовка. Это сопельки. Я ее откачиваю, потому что вот этот аспиратор, он вообще оказался бесполезным. Мы покупали. Вообще не откачивают сопельки. Вот тут такой мягкий наконечник. Он снимается там. Под низом твердый. Такая еще есть насадка, чтобы нос не повредить. Но для меня он показался бесполезным. Он вообще не откачивает. Потом здесь у меня стоит испармезан. Я иногда даю весь. Сейчас сильно болит животик. Бипонтен. Это когда, если есть опрелость, я смазываю. Но у нас как-то и нету. В принципе, она у меня без дела лежит. Аквамарис, это носик, промывать с рождения. Для детей с рождения. И називин для детей до года. Хорошо помогает. А это градусник. Утром и вечером два раза в день мы меряем температурку. Такой вот вид из окна. У нас тут столько снега там. Это вчера Женя и Сережа приходили видеть следы. А вон это Женя мне дело. Там ангелочка. Снег падал. И так руками разводил, чтобы ангелочек получился. Да, конечно, очень скучно тут. Делать вообще нечего. Конечно, хотелось бы Новый год отметить дома. Но вот так вот получилось. Я хотя бы у медистры спросила. Ну, выпишут на завтра. Нет? Он говорит, ну, врачи все уже на выходные. То есть я вам ничего сказать не могу. Тут есть как бы дежурный врач. Не знаю, вот попозже придет он еще нас смотреть. Я спрошу. И кто у нас тут капризничает? Потом я вам схожу, покажу, где здесь столовая. Как что тут выглядит. Вот так вот выглядит столовая. Это столовая, где можно именно со своей едой. Вот тут холодильник, где наши продукты лежат. Микроволновка. А я езжу на лифте на этаж выше. Там есть столовая, где они именно своей едой кормят, раздают. То есть пока я ухожу, я прошу медсестру, чтобы она за Диму посмотрела. Ну, мало есть, он будет капризничать, так как я лежу в палате одна. Но присмотреть некому. Вот я прошу медсестер, чтобы они смотрели. Вот так. Это вот списки, то, что можно. Конечно, тут едят все то, что хотят, а не то, что можно. Вот такой холодильник. Ну, я вот в столовую как-то не хожу. Я либо в палате, либо на этаж выше езжу в столовую. Вот тут на стенах такие картиночки висят. Наверное, во всех детских отделениях так. Вот столовую, которую я вам показала. Сейчас я вам покажу душевую. Вот так она выглядит. Это где можно вечером помыться. Мыться здесь разрешают только после восьми вечера. Раньше нельзя. Вот тут стиральной машины. Но это, само собой, не для больных. Для осложек персонала. Вот сушилка тут. Конечно, ванна не очень удобна. Удобнее, когда душевая кабина. Ванна как-то не очень... В общем, вот так вот выглядит она. А вот лифт, на котором я езжу на второй этаж, чтобы покушать. Вон там уже елка наряженная ставит в коридоре. Все, я иду в столовую на ужин. Вернее, еду на лифте. Сейчас он спустится. Всем привет, Витя с своей чашкой. Вернее. Здравствуйте. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Сок там, здесь компоты, сухофрукты, здесь кефир, здесь тоже, здесь хлеб. Здесь вот такая микроволновка, холодильник, вот так вот они оставляют, вот видите, уже все просто съели, вот тут пюре с котлетой и горошком, вечером персонал уходит домой, вот так вот оставляют они в столовую, чтобы все подходили брали. Я уже поела, вот пью компотик с печеньем. Такое меню тут, Надя. Вообще ничего не видно. А это вот на каждый ужин такие сухие пайки. Здесь вот сыраки плавленые, яблоко, сок, йогурт. Все, я уже пришла с ужином, вот хочу сейчас застирать Димины вещи. Вот эту молочко он пил, немножко испачкалась. Вот эту распашонку тоже сейчас прополоскаю как следует. Дима, он там уже спит. Все, больше показывать здесь нечего. То, что хотела, я вам показала. В общем, на этом я буду заканчивать свой влог. Всем пока.